Все лучшее к нашим детям дойти не успевает, особенно путевки в Южный лагерь, особенно к Черному морю, особенно летом. Система детских лагерей финансируется городской казной и фондом социального страхования. Последний призван своими средствами частично погашать стоимость путевки. На сей раз сумма на эти цели осталась прежней, прошлогодней, чего никак не скажешь о ценах. В результате на это лето открыт лишь один южный лагерь в районе Туапсе. Больше не получилось. Надо сказать, что заявок очень много и, конечно, этот лагерь всю проблему, скажем, оздоровления, отдыха детей в южных лагерях, вот жителей города Петрозаводска, ну, конечно, не решит. Путевок мало, количество мест весьма скудно. И, тем не менее, первая смена в Южный лагерь уже почти укомплектована. Как нас заверили в отделе по делам молодежи, льготы здесь не действуют. Все по принципу, кто успел, то есть четкой очередности подачи заявлений расторопными родителями. В этом месте возникает вопрос, почем нынче отдых для народа? Сегодня полная стоимость путевки составляет 3750 рублей без дороги. Плюс дорога сегодня составляет, значит, 700 рублей. Фонд социального страхования погашает за свой счет 80% путевки в том случае, если родители ребенка трудятся в бюджетной сфере. С учетом дорожных расходов, путешествие Чада на юг обойдется бюджетнику в 1400 рублей. И даже после этого сумма внушительна, если учесть, что зарплата страшно далека от народа. Я считаю, что это невозможно для нормальной рабочей семьи, потому что это очень дорого. Но, как бы там ни было, заветная мечта каждого родителя достойна устроить свое Чадо на каникулярный период. С утратой большего количества черноморских детских здравниц начинают пользоваться спросом и местные лагеря. Сеть этих лагерей отрабатывалась десятилетиями, что, впрочем, не уберегло их от современного упадка. Каждый год стоит вопрос о том, как организовать летний отдых таким образом, чтобы и дети смогли отдохнуть, и лагеря смогли выжить в сегодняшней ситуации. И чтобы как-то на перспективу рассчитывать, чтобы лагеря могли дальше стоять, в принципе, и просто-напросто не сгнить своих старых деревянных зданий. Именно поэтому в нынешнем году выделена отдельная сеть нестационарных детских лагерей. Основной принцип пребывания здесь – это сочетание отдыха и полезной деятельности. Отрадно, что полезность этой самой деятельности определяет для себя сам ребенок. Он может выбрать археологическую театральную смену или туризм, краеведение и этнографию. Не стоит путать эту систему с лагерями трудового типа, где подростки отдыхающие зарабатывают свою трудовую копейку. Предполагают, что в местных лагерях любого типа за это лето смогут отдохнуть и даже оздоровиться 7 тысяч детей. Но выделенные на это суммы поражают своей скромностью. Все это приводит к тому, что старшее поколение в конце концов сочувствует младшему с его тяжелым детством. Это было детство. Наш детство было, конечно, лучше, чем у нынешних детей. Было намного интереснее. Мы могли себе больше позволить, и наши родители могли себе больше позволить. Поэтому я вспоминаю с удовольствием лагеря. Я все время была в пионерских лагерях, в спортивных лагерях была. И очень дешево же было, и проблем не было никаких. В защиту доступности детского отдыха граждане предлагают самые разные варианты. В необходимости лагерного отдыха никто из наших собеседников не сомневался. В числе предложений была и организация прямого железнодорожного сообщения Петрозаводск-Волгоград или, например, Петрозаводск-Астрахань, то есть с Южной России. При этом предвкушают взаимовыгодный обмен. Петрозаводск-Астрахань прямой, без пересадки. Мы бы помидоры оттуда возили, и детей своих туда возили. Когда же начнется активный обмен астраханскими помидорами и карельскими детьми, пока неизвестно. Известно только, что пока наша детская лагерная система еще дышит. Во всяком случае, в этом году известная модель российского семейного отдыха еще возможна. Родители на даче, дети в лагере. И все живут таким образом целый летний месяц в любви и согласии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова